Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода книги «Халихот Шломо». Урок подсвечается. «Хайми Хольбин Раиса, Вихоль Исраэли». Мы дошли до восьмой главы. Здесь Шму Найсреон, наконец, обсуждает. До этого он Шма обсуждал. Значит, во-первых, есть известное утверждение, конечно, что тот, кто хочет быть мудрым, пусть ядрим, да, как бы концентрируется на правой стороне, на стороне юга. Кто хочет быть богатым, пусть концентрируется на Яцфин, да, на Цафон, на севере, на левой стороне. Ну, если молишь, что она у Востока имеется в виду, тогда это будет правая и левая, да, правая будет юг, а левая будет север. И Раша объясняет это во время молитвы, да, тому даже не говоришь, что это во время молитвы. Учится это все из того, что так хами стояли, да, минора и стол, что минора была справа, да, опять же, с юга, с юга была минора. Справа это не совсем, если, наоборот, в сторону святой святых стоять, святая святая была на западе, а не на востоке, поэтому тогда было бы все наоборот, да, стол справа, минора слева. Но, в любом случае, минора была, значит, с южной стороны, стол был с северной стороны. Соответственно, человек, который концентрируется на северной стороне, концентрируется на богатстве, на еде, на фанасе, а тот, кто концентрируется на южной стороне, он, соответственно, концентрируется на мудрости, да, как свет миноры, повлицетворяет. Так вот, то, что автор здесь пишет, Лего Хидуш, что это только в месте молитвы, где ты просишь за мудрость. Получается, видимо, Брокеха, наверное, Адат, наверное, он имеет в виду, что не нужно стоять, повернувшись направо, всю молитву. Достаточно только, когда просишь Ханейну Мидха Хохма Бинавадат, там сконцентрироваться направо. И также, наоборот, когда просишь за богатство, сконцентрироваться, соответственно, на стороне севера, то есть она немножко, может, имеется в виду, повернуться телом. Ноги же нельзя сдвигать в этой молитве, наверное, имеется в виду, что немножко повернуться телом налево, когда говоришь о пропитании, наверное, в девятой Броке. Или в Шаме Отвила, если он добавляет там пропитание от себя. Но не говорит, кого на их не в том, чтобы всю молитву стоять так. Это интересно, Хидош, потому что совсем не очевидно, что он прав. Вот. То, что выглядит испорским таки, что всю молитву человек, если он хочет именно основное, чтобы у него было пропитание, то пусть, так сказать, стоит немножко, повернувшись чуть-чуть телом налево. Не знаю. В всяком случае, вот это его Хидош. Еще говорит, что если человек стоит на каком-то месте постоянном, маком-кавуа, где у него стоит перед ним что-то, кавуа, да, стол или штендер, то это не проблема, это не хатцица между ним и стеной. В смысле, что не то, что есть запрет молиться за стулом или за столом, но есть идеал такой. В Талмуде, опять же, в Шухонарухе молиться перед самой стеной, чтобы не было хатцица между человеком и стеной. Он учится это из-за царя Хискиягу, что он повернулся к стене. Может, это имеется в виду, чтобы концентрация была больше, что ничего не мешает, или какие-то есть известные каббалистические тоже причины. В всяком случае, он хочет сказать, что все, что постоянное, оно не считается хатцицей. Если человек стоит перед столом, а стол стоит перед стеной, то это не проблема. Или штендер у него перед стеной. Амут, как они говорят на иврите, да, перед ним такой, как столик маленький. А можно, говорит, больному молиться для отхила, если он лежит так, что тело немножко приподнято. В смысле, что голова приподнята на подушках, например, так, что даже плечи приподняты немножко над кроватью. Или что сама кровать, знаете, есть в госпиталях, опять же, в больницах такая кровать, которая немножко поднимается ее сзади, да, там, где, то есть человек в полусидящем положении, немножко как бы неровно лежит, неплоско. Уже можно молиться. Раз он не считается шохев мамаш. Речь идет, видимо, о следующем. Если говорить о шмоне эсре, то шмоне эсре даже сидя не следит молиться, тем более лежа. Но когда человек по-другому не может, он болеет, то что ему делать? Лучше молиться лежа, чем вообще не молиться. Но на самом деле ведь есть закон, это не важно, шмоне эсре или другие молитвы. Вообще, если человек каким-либо брохи или шма или молитвы произносит, он не должен лежать плашмя при этом. Он должен повернуться на бок. Так вот, Том Хидуш здесь, Рабио Эрбаха, что не только на бок годится повернуться, если человек хочет сказать броху или помолиться, если ему приходится молиться лежа, когда нет другого выхода, что на бок, это не только на бок. Достаточно повернуться так, то есть приподнять тело так, что либо у него голова и плечи лежат на подушках высоких, либо сама кровать, так сказать, приподнимается в этом месте. Этого достаточно. Поскольку он не лежит ровно горизонтально, плоско, плашмя на спине, то уже можно молиться. А если человек летит в самолете, то лучше пусть молится сидя на своем месте, потому что стоя, говорит, его будут себя отвлекать, проходить мимо и мешать ему. Так лучше уж сидя с концентрацией, чем стоя без концентрации. Вот. Но тут каждая ситуация, наверное, можно по-разному смотреть, потому что я знаю, что многие встают сзади самолета и молятся там. Наверное, все зависит от ситуации. Если это много очень ротоксальных евреев в самолете, они даже миньян там делают. Их обычно не очень-то отвлекают. И там собираются вместе уже. Когда самолет поднялся в воздух уже, можно ремни больше не пристегивать. Ребенок, который очень мешает молиться, и пытается ему, так сказать, подсказать как-то, да, дать знак, он не обращает внимания и невозможно, значит, от них отойти, тогда можно подойти к ним во время молитвы, имеется в виду шмонеэсры даже, во время шмонеэсры подойти к ним и как-то их, не говоря ничего, сделать, чтобы они замолчали. Да, если можешь, так сказать, их успокоить, подойдя к ним, ну, допустим, это реберок коляски, можно коляску как-то потрясти, чтобы он перестал лопить или что-то такое. В общем, подходить как бы мы разрешаем ради того, чтобы не мешали. Это, видимо, относится даже к индивидуалу, который молится дома, допустим, женщина молится дома, и ребенок стал лопить. Вот, конечно, в синагоге еще большая причина, если, допустим, был там маленький ребенок, обычно коляску в синагогу не берут, но если такая ситуация бы произошла, то он еще мешает другим. Даже если ты сам дома и не можешь концентрироваться, потому что он лопит, то можно подойти, но не разговаривать тоже, да. Если двое молятся, и один из них услышал, как другой говорит, дай талю матар, а это лето, и нельзя просить, да, дождь и росу в это время. Он говорит, если можешь какую-то подсказку ему сделать, да, как-то показать ему, что не то, что ты сделал, то пусть так сделает, да, а если нет, тогда пусть скажет уже после молитвы. В смысле, он не может сам во время молитвы того прервать и сказать ему, ты говоришь, зря талю матар, сейчас нельзя это говорить. Да, потому что как ты будешь свою молитву нарушать ради его молитвы. Поэтому, если ты можешь как-то знаковому показать, хорошо, если нет, тогда после молитвы скажи, чтобы он помнился заново, что он неправильно сказал. Хотя для отхила нужно начать в первую броку, беркотовод вместе с общиной, но в любом случае, если начал даже после них, это тоже годится. это тоже считать от филобицебу. В смысле, что в идеале все начинают одновременно молить в шмоне сре. Но если один человек немножко, получается, позже начал, пока еще, если они уже закончили первую броку, то все равно это не считается, что он молится один, это считается, что он тоже молится с общиной. Просто не самый лучший вариант, но засчитывается тоже как филобицебу. Если человек не имел концентрации в первом благословении, у нас ведь закон такой, что первое благословение самое важное в шмоне сре, и нужно понимать, что ты говоришь, и думать об этом, концентрироваться, а не просто произносить. Так вот, мы говорим, что если он, значит, не концентрировался, если он еще все находится в этой броке, то пусть вернется хотя бы назад до какого-то места, где он не концентрировался. Но не обязательно начинать сначала. То есть, на самом деле, с самого начала в любом случае не стоит начинать, потому что будет тогда брок Халеватала лишний раз, Баруха Таашем. Но если человек не концентрировался во всей этой броке и до конца сообразил, до того, как сказал Баруха Таашем, Маген Аврам сообразил, то он возвращается куда? В Элокея, Аврагама, Элокейцхак, Велокеяков, там он может начать снова. А вот если он, допустим, понял, что он не концентрировался только с середины броке, допустим, он со слов, допустим, Кунехаколь перестал концентрироваться, тогда ему не нужно возвращаться в начало, пусть он унес назад слова Кунехаколь. Это все, если он не закончил брок, если он уже закончил, тогда следующее, пишут Раворбах или его ученики, что тогда следует ему, если он сразу сообразил, что он не концентрировался, то следует ему просто молчать и услышать, как повторяет посланник общины, вернее, даже он здесь пишет другой совет, похожий, правда, совет, что просто продумать всю броку в уме. Это от имени Хазуныша, что в такой ситуации, если он не концентрировался на броке, пусть ее продумает, как будто он ее говорит снова. И более того, что он уже, видимо, в другой броке находится, уже дальше пошел, то просто продумать все Шмонесры от начала до этого места. Я не знаю, кто так делает и как может быть, что он не концентрировался в начале, а теперь вдруг готов концентрироваться. Еще говорят, что в такой ситуации следует человеку как следует концентрироваться в Модим. Дело в том, что некоторое решение у них Гирса, что и в Модим это тоже важно. Очень броков, которые нужно концентрироваться и поэтому если не концентрировался в первой броке, хотя бы в Модим пусть как следует концентрироваться. То есть, что можно исправить, исправляем. Ведь по закону вообще-то Талмуда нужно было бы вообще молиться заново, если не концентрировался в первой броке. Но это мы не делаем, как Роман написал, что мы не очень концентрировались в любом случае. И второй раз он тоже, скорее всего, потеряет концентрацию и не скажет с концентрацией полностью. Поэтому мы Заново не молимся, но хотя бы то, что можно, он говорит, продумать эти брохи заново и сказать, молдим с концентрацией, если может, то это хорошо. Дальше он будет обсуждать подробно про разные упоминания дождя, немножко это здесь упоминает, немножко позже подробней про разницу между землей Израиля и Хуславес. Сейчас он обсуждает только насчет того, что в земле Израиля принято следовать мнением, как и Вильнинский Гаван считал, что Морид Аталь нужно упоминать летом. В Хуславес большинство шкиназим, кто молится на Усахашкина, не хасиды, вообще ничего не говорят, даже Морид Аталь не говорят летом. Так вот он обсуждает, если человек переехал, что делать. Он говорит, что, во-первых, если человек даже временно в Израиле, он имеет право говорить Морид Аталь. Да, так и в Хуславес, в принципе, это не запрещено, и многие так делают, и хасиды так делают, и ученики Игра так делают. Поэтому, если будешь в Израиле, то ничего нет в этом изменения Минхага, что скажешь Морид Аталь в молитве. И наоборот тоже, если человек из Израиля поехал в Хуславес, он имеет право говорить Морид Аталь. Но это все, когда он молится один. Но если он молится, как посланник общины, его выбрали быть хазаном, тогда он не должен говорить Морид Аталь, в той общине, где это не принято. Теперь, если человек переехал из Хуславес в землю Израиля навсегда, тогда он должен теперь молиться, как они во всех молитвах, в том числе Морид Аталь. В Израиле все говорят Морид Аталь, даже Ашкиназим. И также Энкел и Кейна в конце утренней молитвы. И также Сим Шалом в Минху в Шаббат, оказывается, у них даже Ашкиназим. В Минху в Шаббат говорят Сим Шалом, а не Шалом Раф. Это мнение приводит Роман, но у нас не все так делают Ашкиназим. А Свифардим и Хасиды в любом случае всегда говорят Сим Шалом. В общем, он говорит, что во всем, значит, делают, как израильтяне, если переехал. А наоборот, если уехал из Израиля в другую страну, то, соответственно, он, если навсегда уехал, может теперь делать, как они. То есть перестать говорить Энкел и Кейну и остальные законы у него, как в этих местах. То, кто закончил Шмонеэсре и не уверен теперь, он сказал дождь или не сказал, допустим, он летом не помнит, он сказал дождь или таль, да, и если он сказал дождь, нужно возвращаться. Что теперь делать? Он говорит, если когда он начал говорить Броху Атагибор, он собирался сказать правильно, тогда возвращаться не нужно. Да, это известный диспут и вопрос, что Таз в свое время постановил, что если человек начинает Шмонеэсре и хочет сказать правильно, тогда мы вообще не беспокоимся, что он ошибся потом. Например, про Шходы, что он собирался сказать Ела-Ви-Аво в Шахарит или в Минху, когда-то Мяакев начал молиться Шмонеэсре и собирался сказать Ела-Ви-Аво. А потом после Шмонеэсра он не помнит, что сказал или не сказал. То, по мнению Таза, возвращаться не нужно. И так же Арухашухан склоняется. Но Мишнубрура пишет, что только если прошло время после молитвы, тогда уже можно сказать, что, наверное, сказал правильно. Но если он сразу не помнит, сказал или не сказал, то нужно возвращаться. Местам искал неправильно. А с другой стороны, Равой, Арухашу, это похоже, что если начинал Броху именно эту Атагибор и собирался сказать правильно, то этого достаточно, что теперь уже любой сафик мы трактуем, что он наверняка сказал правильно. Еще говорит, что если сказал человек Мурид Хагешем, наоборот, летом, то даже исправиться Кидайдибур не помогает. То есть Кидайдибур помогает исправиться, если человек ошибся и сказал не то. Но если он сказал то, что нельзя говорить, не то, что он не сказал то, что нужно, или там по-другому закончил бы Броху. А он сказал то, что вообще нельзя говорить. Например, он сказал Муридагешем летом, то, по мнению раба Орбаха, он не может сразу же исправиться. Он должен начинать броху сначала. Мне, кстати, кажется, это не таким уж очевидным. Особенно по Менхагу Сефардим и Хасидов, что говорить Муридаталь. Потому что если он сразу исправился и хотел как бы Лаакор, как будто он не сказал Муридагешем, то вполне возможно что-то помогает. Насколько я понимаю, Хаядам возможно с этим согласится. И если, говорит, в Рофе Холеямо Исраэль, он сказал Рофе Хольбасару Мафлила Асот, то есть случайно закончил броху Рафаэну, как после туалета, вместо того, как броху Шманеэсре, то его мнение, что он не выполнил заповедь, что тоже мне кажется немножко странным, этот писак, что неужели такая разница, да, ведь обычно эти брохи, если я сказал, примерно то же самое, или похожее, что вот этот Иоси. И говорит, что можно в этой брохе добавлять отдельные молитвы за чужих людей, даже не за родственников, не обязательно за близких, да, все, кто, за кого хочешь молиться конкретных людей, можно упоминать в этой брохе. Мы не говорим, что это как просто царь кей-рабим, да, считается тоже, если из одного человека молятся, неважно, ты его знаешь, не знаешь, он тебе близкий или нет, можно его добавить в просьбе, да, в Рафаэну. И следует, говорит, упомянуть тогда его имя и имя его матери главное, но не киноем, да, не разные там другие какие-то прозвища и разные, может быть, не еврейские, наверное, имена. Кроме как, если бы забыто было его имя главное, и его не используют больше, или ее, да, на маму имя тоже. В общем, в этих законах, да, иногда не так просто понять, как правильно назвать человека. У многих людей есть теоретически еврейское имя, скажем, но они его вообще не используют. Мужчин обычно, если есть еврейское имя, хотя бы кто ли так вызывает, а у женщин, может быть, вообще никто никогда не использует это имя. И на этом мы закончим наш урок. Дальше уже про законы дождя и просьбы дождя и разницу между Израилем и Худсларец мы уже отдельно будем обсуждать с вами Безратошем. Урок после сейчас. Сырихо шлема, раздаха бухонимши, альхаа михолдин раиса, выходит с Ираэль. Сырихо шлема, раздаха бухонимши, альхаа михолдин раиса, выходит с Ираэль.